В составе знаменитого манускрипта знаменитого Исландского кодекса книги с плоского острова Флотеярбок есть прядь или короткий анекдот о Норнагесте, особенно любимой исследователями скандинавских древностей. Такое пристрастие к этому тексту объясняется прежде всего тем, что он записанный в конце XIV века изобилует прямыми апелляциями куда более архаичному культурному слою. В пряде или в анекдоте мы находим и целые блоки пересказов и цитат из старшей Эдды, что нетривиально, и отсылающие к ней же метатекстовые ремарки, и весьма интригующие упоминания о том, что идические песни, идическая поэзия в древности могли исполняться устно при дворе Конунга. Пока вы смотрите в хендауте короткий пересказ этого анекдота, скажу только, что в числе прочих частей старшей Эдды, так или иначе фигурирующих в пряде, называется и некая песнь под заглавием «Древнее коварство Гудрун» «Гудрун Арбрекс Хинфорну». Именно ее, именно эту песнь, вместе с песней о битве Гуннера Норна Гест исполняет перед норвежским конунгом Оловом Трюгусеном, играя на арфе. Упоминание о круге сюжетов, связанных с Гудрун и Сигурдом-драконобойцей, или, как его еще часто называют, Сигурдом-убийцей Фафнера, не ограничивается одним только названием героических песен. В самом деле, в пряде, как вы видите, Норна Гест представлен как человек, проживший несколько столетий и служивший многим королям. Начиналась же его карьера именно в дружине Сигурда-драконобойцей, потому-то, собственно, конунг Норвегии Олов Трюгусен, последний правитель, которому довелось попасть в Норна Гесту, так подробно расспрашивает Норна Геста об эпических временах, обращаясь к нему как к очевидцу и современнику событий. И один из фрагментов рассказа этого фантастического долгожителя весьма близок к дошедшему до нас прозаическому тексту, которым завершается так называемый отрывок песни о Сигурде в Старшей Эдде, в кодексе Кодекс Региус, это вторая половина XIII века, это классически, ну, вот то, что та Старшая Эдда, какую мы знаем. Речь идет о том самом отрывке песни о Сигурде, где говорится о разных версиях гибели Сигурда Дракона Боица. Я вот прочитаю, как это выглядит, собственно, вот в тексте Старшей Эдды. Там, как вы понимаете, это текст поэтический, но он иногда перемежается прозаическими вставками. И вот, собственно, отрывок песни о Сигурде заканчивается прозаически. Там говорится, здесь в этой песне рассказывается о смерти Сигурда и говорится, что он был убит вне дома. Но некоторые говорят, что он был убит в постели спящий, а немецкие мужик говорят, что он был убит в лесу. А в древней песне о Гудрум говорится, что Сигурд и сыновья Гьюки ехали на Тин, когда его убили. Однако все говорят единогласно, что убийцы нарушили верность ему и напали на него лежащего, неготового к защите. Вот я прошу сопоставить этот классический текст из Старшеда с тем, что мы находим в пряде Анорной Гесте из книги «Плоского острова». Конунг спросил, от чего погиб Сигурд? Гест ответил, по словам большинства людей, Гуттерм, сын Гьюки, пронзил его спящего в кровати у Гудрум. Немцы же рассказывают, что Сигурда убили в лесу, а синицы говорили, что Сигурд и сыновья Гьюки поехали на какой-то Тин, и они там его убили. Но в одном соглашаются все, что они напали на него лежащего и неготового обороняться, и таким образом предали его и нарушили клятву о дружбе. Очевидно, что между двумя этими фрагментами не наблюдается пословного тождества. В то же время они явно очень близки. Близки настолько, что их текстологическая связанность, в общем-то, не вызывает сомнений. Весьма вероятно, что составитель анекдота или составитель пряди работал с некоторым записанным текстом, который, по крайней мере, в этой своей части был предельно близок к тому прозаическому отрывку, что вот я зачитал из кодекс Региус. Конкретизация, уровня и характера этой связи в мою задачу не входит. Это довольно специальная текстологическая задача, на которую я не буду отвлекаться. Но я хотел бы обратить внимание на один из несовпадающих отрезков в этих двух текстах. отрезки, который, как представляется, может оказаться куда более информативным, чем иные случаи прямого сходства. В прозаическом фрагменте Старше Эдде, в качестве источника сведения о том, что Сигурд был убит, когда поехал на Тинг с сыновьями Гьюки, указывается некая древняя песня о Гудрун. Я напомню, что вообще-то скандинависты считают, что древние песни о Гудрун в рукописи кодекс Региус названа песнь, которая в современных исследованиях Старше Эдды и в изданиях повсеместно обозначается как вторая песня о Гудрун. В соответствующем же месте пряди или анекдота о Норне Гесте в качестве авторитетного источника этой версии названы синицы или некие маленькие птицы. Процитирую еще раз. А синицы говорили, что Сигурд и сыновья Гьюки поехали на какой-то Тинка, они там его убили. Что, разумеется, не может не показаться странным и загадочным современному читателю. Откуда взялись эти синицы, равноправные в своих показаниях с немцами и большинством людей, как говорит автор анекдота. Если обратиться к оригиналам текстов, может показаться, что ключ этой загадки лежит на поверхности. Синтагма с именем Гудрун и Гузрун Квизо и Нифорна. Графически, вот, к сожалению, нет доски, графически, я попробую губами изобразить, графически очень сходно со словом, обозначающим интересующих нас птиц и Гузурнар. В рукописи оно выглядит еще более похожим, ну, при случае, я могу заинтересованным людям просто показать, как это напишется. Можно было бы решить таким образом, что расхождение между старшей, древней, старшей Эддой и прядью Анорна Гестя в данном случае сводится просто к ошибке при переписывании. Иначе говоря, в обоих текстах подразумевается один и тот же источник, но его название в младшем из них было искажено. И Гудрун, собственное личное женское имя, тем самым превратилось в синиц. И Гузрунар, и Гзурнар. Подобный ход рассуждений кажется тем более естественным, что ошибки такого рода время от времени отмечаются, ну, едва ли не во всех рукописных традициях Средневековья. Здесь достаточно упомянуть хотя бы классический новозаветный пример из Евангелия от Матфея, когда проходящий через угольное ушко-канат Хамилос со временем превратился в рукописные традиции верблюда Хамилос. Тем не менее, данный вывод о ошибке написания требует, на мой взгляд, определенной осторожности. Графические трансформации, влекущие за собой порождение нового слова, грамматически правильно устроенного в контекст, явление весьма эффектное, но встречающееся все-таки значительно реже, чем может показаться. Чаще всего это происходит, если слово исходного текста непонятно или незнакомо создателю-переписчику нового текста. Как правило, речь идет о незнакомых именах, об обозначениях экзотических реалий или о словах, которые, хотя и обозначают предметы и явления хорошо известные, являются, ну, так сказать, раритетными сами по себе. Именно в таких случаях обычно срабатывает универсальный механизм адаптации, превращающий неизвестное в известное, чужое в свое, механизм действия, которого, конечно, не ограничивается ни рукописной сферой, ни эпохой средневековья. А вот в интересующем же нас примере мы имеем дело с совсем иной ситуацией. По-видимому, ни для кого из тех, кто приложил руку к тому, чтобы прядь Анорна Гести приобрела такой вид, в котором она дошла до нас, имя Гудрун и связанная с ним сюжетная аура не могли быть незнакомы. Такое просто невозможно себе представить. Если бы даже на каком-то из этапов создания нынешнего облика памятника синицы появились бы случайно на месте этого имени, то все-таки данная ошибка едва ли бы закрепилась в тексте без особых на то оснований. Тем более маловероятно, что остальные члены предложения были бы грамматически подогнаны к этому, так сказать, новому слову употребления без особых на то причин. Иначе говоря, одного только графического сходства между Игузрунар и Игзурнар было бы явно недостаточно, если бы замена одного другим порождала фраза формально правильную, но обессмысливающую данный отрезок текста. Можно предположить, что перед нами трансформация не графическая, или во всяком случае не исключительно графическая, и что за ней стоит не непонимание, но напротив, самое что на есть искусное владение героико-поэтическими сюжетами, а ссылка на показания синиц в гибели Сигурда в повествовании Норна Геста совсем не случайна и находит все подкрепления в идической традиции. Дело в том, что синицы или некие маленькие птички, возможно, сойки, я так не говорю неопределенно, потому что что значит, они обозначаются вот этим самым словом Игза. Что значит это Игза, до конца неясно? Так вот, ясно, что это маленькие и небольшие птицы. Играют очень, я бы сказал, заметную и немаловажную роль в цикле рассказов о Нибелунгах и о Сигурде дракона Бойце, там, где говорится об убийстве дракона Фафнера и Регена. Как мы помним, этот момент поворотный в судьбе эпического героя, определяющий, помимо всего прочего, многое из того, что должно случиться с ним впоследствии. Именно синицем и достается в части пророческая функция на этом сюжетном отрезке. Согласно речам Фафнера, это одна из, так сказать, главок поэтической, старшей очень древнего эпического текста. Так вот, согласно речам Фафнера, попробовав крови и сердце убитого дракона, Сигурд стал понимать птичий язык фугольсред и услышал, что говорят вокруг него вот эти самые синицы, Игзурнар. Их многоголосый диалог сообщал о том, что он должен сделать немедленные о том, что ему предстоит совершить в будущем. Они говорят, что ему необходимо съесть сердце Фафнера, умертвить его брата Рейгена и завладеть их золотом. Совершив все это, Сигурд вновь слышит речи синиц, предписывающему отправиться в путь за дочерью конунга Гьюки, что герой свой черед и проделывает. Оказывается, таким образом, что именно синицы знают наперед, что случится с Сигурдом. Его ближайшее и отдаленное будущее заранее отражается и преподносится в их разговорах. Более чем естественно, поэтому вложить в эти птичьи уста и рассказ об одной из версий гибели Сигурда. Изложенная мною часть речей Фафнера более никак не представлена в пряде о норно-гесте. И эта маленькая проговорка или оговорка о синицах лишний раз убеждает нас в том, о чем, в общем, по многим признакам мы и так подозревали. Составитель анекдота о норно-гесте знает старшую Эду в куда большем объеме, чем можно судить по прямым идическим цитатам в его тексте. То есть он выступает как компетентный компилятор Эды и что практически неизбежно при такого рода компиляции в той или иной степени он сталкивается с задачей критики текста, отбора, а порой интерпретации имеющихся в его распоряжении свидетельств. Убедившись в том, что синицы возникли не в результате случайной графической трансформации названия песни о Гудрун, мы все-таки не избавляемся в своем рассуждении или в своем построении от темы случайности. И следующий вопрос, на который так или иначе нужно ответить, связан с тем, насколько в свою очередь случайно совпадение и Гудрунер и Гзурнер, коль скоро мы отказались от версии сугубо графической метаморфозы. В самом деле, как я уже говорил, другие источники, поименованные в этих двух прозаических фрагментах, равно, как и сами перечисленные версии гибели Сигурда, весьма и весьма близки, почти тождественны. Могли ли упоминания птичьих речей в древней песне о Гудруну возникнуть в этих текстах независимо друг от друга? Ну вот, здесь следует, видимо, вспомнить о том, что представляет собой старший из сопоставляемых нами фрагментов, то есть прозаический финал в отрывке из песни о Сигурде по кодекс Региус. Исследователи не раз отмечали, что вот эти прозаические вставки, перемежающие поэтическо-эпический древний текст, это не что иное, как своеобразная территория пересказа, компиляции и комментария по отношению к поэтическому тексту. Об этом в свое время очень точно написала Ольга Александровна Смирницкая. Я процитирую. Из того факта, что проза представляет в рукописи Старше Эдде как своего рода вторичный текст, не следует, конечно, никаких выводов касательно исторического соотношения стихов и прозы в устном бытовании героического сказания, то есть происхождения смешанного стиля прозиметрум. Проза вторична в кавычках у автора не потому, что она была позже прибавлена к стихам или подменила собой стихи, как думают те исследователи, для которых сказание изначально совпадает с песней на сюжет этого сказания, а потому, что она открывается в настоящие редакторы, то есть на правах несвязанной речи оставляет возможность для его непосредственного вмешательства. Иными словами, человек, записывающий устную традицию старшей Эдды, не мог вмешаться в поэтический текст и мог себе позволить вмешаться вот в эти прозаические вставки. Вот здесь он мог себе, так сказать, некую вольность допустить. Интересующее же нас высказывание, процитирую еще раз из старшей Эдды, а в древней песне о Гудрун говорится, что Сигурд и сыновья Гьюки ехали на Тинг, когда его убили, и это хорошо известно, возникло в результате позднего переосмысления, и даже выделялось исследователями в качестве своего рода противоречия и непонимания между прозаическими и поэтическими частями Эдды. Как известно, в той самой древней песне о Гудрун или второй песне о Гудрун просто-таки нет такого рассказа об убийстве Сигурда. Поэтический текст, иными словами, для писца был уже достаточно темен, и он, так сказать, он действительно довольно сложен, хотя, что и является в известном смысле признаком его архаичности. И писец в данном случае ввел некую новую версию гибели Сигурда на Тинге, но ввел ее именно отталкиваясь от неверного понимания поэтического текста. Упомянутые здесь обстоятельства гибели Сигурда являются собой своего рода темное место, поскольку в поэзии сказано лишь, что конь грани прискакал без всадника, и хотя слово Тинг в строфе фигурирует, довольно затруднительно определить, примчался ли конь на Тинг или с Тинга, и что в данном контексте могло означать самое слово Тинг. Вот ровно те же трудности испытывал, какие испытываем мыть современные читатели поэтической Эдды, такие же возможно испытывал и тот, кто заносил ее на пергамент. Весьма вероятно, что вот туманность этого фрагмента в корпусе старшей Эдды была замечена отнюдь не филологами и издателями нового времени, а просто-таки самими средневековыми книжниками и трактовалась ими по-разному. Ну вот есть теперь составитель пряди или анекдоты о Норна Гесте, зная, что пассаж об убийстве по пути на Тинг отсутствует в основном источнике в поэтической древней песне о Гудрун, и он наткнулся на противоположное толкование в имевшейся у него рукописи, то очень вероятно, что он не просто с чем необходимо исправить эту неточность, но и задумывался о ее природе, так как авторитет существующего текста не позволял произвольно, вот так сказать, с кондачка изменить или механически исключить данные известия из его рассказа. Свободное владение языком всего цикла о Нифлунгах или о Нибелунгах дало ему возможность предположить, что ссылка на песню о Гудрун возникла как следствие кем-то неверно понятого или неправильно переписанного упоминания синиц их журнал. Иными словами, позднейший комментатор как бы возвращает в комментарии предшествующий то, что ему казалось более соответствующим истине. Он устраняет заметную его глазу неверную отсылку, предполагая, видимо, что имеет дело с искажением, возникшим в имеющейся перед ним рукописи, благодаря просто очевидному сходству двух буквосочетаний. Сама по себе такая вот ученая правка, иногда гиперкорректная, также довольно универсальна для различных рукописных традиций, если речь о Средневековье. Чаще всего она возникает в ходе постепенного ино-культурного источника, будь то библейский текст или роман об Александре Македонском. Но вот в данном же случае мы, по-видимому, имеем дело с ранними случаями, едва ли не первыми случаями, инкорпорированного, то есть не абстрагированного от материала комментария к собственной эпической традиции. Комментария, где очень характерным для исландцев образом кропотливейшее внимание к творению предшественника тонко сочетается с духом конкуренции по отношению к нему. Благо для оценки соревнующихся все еще существовала и в XIV веке весьма подготовленная лингвистическая аудитория. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok